Вот копают они окопы, а в 30 метрах от них, сзади, копают кадыровцы окопы. Спрашиваю, для чего? Чтобы вы не побежали назад. Если вы побежите, у нас приказ вас трехсотить. Я говорю, кто такие они? Ахмат. Я говорю, так а что вы тут делаете? Эта территория уже давным-давно, она уже полгода, как уже под ДНР, что вы тут делаете? Мародерять, гвалтують жёнок и не дают россиянам відступать. Полонені окупанти розповіли про подрозділ Ахмат. Кажуть, кадыровцы – это войскови Шреддингера. Вони ніби есть, но как они воюют, никто не видит. Они прекрасно обладают навыком захопливать территорию. Щоправда, те, которые уже давно окупировали до них. Красивые, нарядные. Бородатые вот такие вот. В барбершопы, видать, ходят. Ну, они как будто вот только с салона выходят. Их отмыли, открасили, натушевали и вот ходят. Грудь колесом. Войны. Все без автоматов, да? Ну, там. Вроде гражданский город. Приходят все такие наряженные там. И у них эти автоматы там с прицелами, с глушителями. Там очки, наушники, там супер эти каски. Ну, короче, такие крутые. А бегут быстрее всех. Я не видел их. И ребята, с которыми я служил, их тоже не видели. Зато в ТикТоке они все обвешаны. Какие-то там территории, которые уже давно-давно-давно были захвачены. Взять, у меня бабушка жила в Волновасском районе. Это село Новогнадьевка. Вот я как-то после первой зарплаты поехал проведать ее, потому что больше 10 лет я не видел. Ну, и остановился машину. Окно приоткрыл. Я говорю, кто такие они? Ахмат. Так а что вы тут делаете? Эта территория уже давным-давно, она уже полгода, как уже под ДНР. Что вы тут делаете? Ну, в общем, них никто не верит. Для нас, для всех, мы всех, точнее, воспринимаем их как ТикТок войска всего лишь на все. Товарищи рассказывали мне, вот копают они окопы, а в 30 метрах от них, сзади, копают кадыровцы окопы. Спрашиваю, для чего? Чтобы вы не побежали назад. Если вы побежите, у нас приказ вас трехсотить. Для гражданского, да, думают, ой, я воин ислама какой. А для нас военных, ну, мы их не видели. Ну, я вот, я говорю, только видел вот там, а где они вообще базировались, я фиг не знаю. Я говорю, все в чистеньком. Ну, и как нам тоже говорят, что, ну, они специально там русских набирают, русские, типа, вперед идут. А они потом сзади только видят, снимают, что, типа, это они все делают. Зачистки, говнистки. Одних люди только жалуются, что они приезжают, чисто в тачку ваджать там, б***ь. Телок, б***ь. У них же там этого нельзя. Такое. И на***ь все катаются, вояки. Ахматівців кинули на передову на Сході через значні втрати росіян, але таке підсилення створило лише додаткові проблеми. Сергій Чараватий, речник східного угруповання військ ЗСУ, нещодавно повідомив, вони вже встигли отримати перші потужні удари. А навіть якби їх не зачепило, ахматівці легко придумують собі причину для ротації. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», каже, Ахмат не є серйозним бойовим підрозділом, а його бійці не вміють взаємодіяти на полі бою. Це, по суті, добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка, можливо, гарно займається у спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів. Тож, якщо Кадиров хотів підсилити ахматівцями російську армію, у нього вийшло. Вийшло завадити їм вести бойові дії за планом. Дякую!